Всем привет! Меня зовут Гульнас. И сегодня легким движением рук мы с вами сделаем наши дома еще более уютными, красивыми и комфортными. И сошьем прекрасные мягкие подушки для стульев. По аналогии вы можете шить любые подушки для украшения интерьера. В будущем я планирую снять видеокурс по домашнему текстилю. Поэтому если у вас есть какие-то идеи, что вы хотите видеть в этом курсе, необычное интерьерное текстильное решение, то можете присылать мне свои картинки на почту happiness.gmail.com Итак, нам понадобится прежде всего ткань. Ее количество зависит от размеров вашего стула. Я буду шить подушку для табуретки, стульчика без спинки. И диаметр этого стульчика равен 35 см. И исходя из этих размеров, можно сделать примерно расчет необходимого количества ткани. То есть вам понадобится 2 кружочка примерно по 40 см. Если ваш стул такого же диаметра. Я буду использовать ткань, которая называется флок. Из нее чаще всего шьют чехлы для диванов. Эта ткань очень мягкая и имеет текстуру, слегка похожую на замшу. Для того, чтобы подушка была пышной, нам необходим будет наполнитель. Вы можете использовать синтепон, к примеру. Я буду использовать холофайбер. Это похожий на синтепон наполнитель, просто он в таких гранулых шариках. Во внешнем виде большой разницы не будет. Используйте либо холофайбер, либо простой синтепон. Затем, после того, как наша подушка будет готова, мы сделаем декоративные пуговицы. Для того, чтобы объем подушки сделать более выразительным. И заодно как-то закрепить синтепон, чтобы он не сошел, к примеру, в одну сторону. А был красиво распределен. Ну и в-третьих, и, наверное, самое главное основание, эти декоративные пуговицы придадут больше красоты подушки. Вы можете использовать любые пуговицы, которые у вас есть. Они могут быть любого цвета, поскольку мы будем основной тканью обшивать эти пуговицы. Но если вы, к примеру, хотите просто пришить пуговицу без всяких обшивок и обработок, то такое тоже имеет место быть. Все зависит от вашего вкуса и желания. На одну подушку нам понадобится 4 пуговицы. Ну и наши вечно незаменимые помощники. Портновские ножницы, кусачки для обрезки нитей, мерная лента, булавки, нитки. Желательно использовать армированную нить, она более прочная. Ну и, конечно же, наш главный напарник, швейная машинка. Итак, диаметр моего стула составляет 35 сантиметров. Лучше всего подушку делать не строго такого же размера, а немного увеличить ее для того, чтобы была свобода на дополнительные объемы. Потому что когда подушка станет более объемной, поднимется, размер подушки может немного сократиться. И, соответственно, подушка будет меньше вашего стульчика. Итак, диаметр стула 35. Добавим по 1,5 сантиметра с каждой стороны на объемы. То есть это уже 38 сантиметров. Ну и еще по сантиметру нашего с каждой стороны 40 сантиметров. То есть при диаметре стульчика в 35 сантиметров вам необходимо будет 40 сантиметров ткани в готовом виде по кругу. Можно скроить сначала квадрат. Каждая сторона будет равна диаметру, который вы определили. То есть у меня это по 40 сантиметров с каждой стороны. Далее вы можете сложить этот квадрат пополам, а затем еще раз пополам. И длину, то есть это уже будет радиус, половинка диаметра, к примеру, здесь 20, отложить по всей четверти. То есть 20. Далее поворачиваем мерную ленту снова 20, словно циркулем. Вы можете соединить их в единую линию и по этой линии вырезать. Раскрываем и получаем ровный круг. Нам понадобится два таких слоя для одной подушки. Для того, чтобы подушка держалась на стульчике и не падала с нее, нам необходимо будет пришить либо завязки, либо резинку. Самый простой вариант это пришить резинку. Вам необходимо будет вырезать резиночку длиной, равной диаметру стула. То есть в результате ее длина меньше, чем диаметр кружочка, которого вырезали для стула. Примерно на 5 сантиметров. Все это, если вы кроите одну резинку. То есть вам необходимо будет приложить ее к одной стороне, а затем немного подтянуть и второй край к противоположной стороне. Можно пришить две параллельные резинки. То есть вы можете визуально разбить на три части весь круг и пришить две резинки. Так тоже будет хорошо. Далее накладываем второй кружок сверху и соединяем их булавками по всему кругу. А затем в круговую необходимо будет проложить строчку. Но при этом оставляем сантиметров 10 непростроченными. Отверстие, через которое мы потом будем выворачивать подушку на лицо. То есть делаем закрепку, строчим по круговой, не доходя до 10 сантиметров, делаем закрепку. После того, как прострочили, выворачиваем подушку на лицо. Расправляем и с одной стороны у нас остается вот такая аккуратная резинка. Теперь вкладываем в нее наполнитель. Распределяем равномерно весь наполнитель. Примерно вот такой ширины подушка получается. То есть она не супер объемная. Но если вам это необходимо, можете набить ее очень-очень плотно. И нам остается закрыть отверстие. Заправляем припуски на швы вовнутрь. Можем закрепить булавками для удобства. Вы можете просто прострочить на 1-2 миллиметра от сгиба, от края подушки на машинке. Но строчка будет видна. Для того, чтобы сделать это более аккуратно, вам необходимо будет заправить нитку в иголку. Нитку выбираем обязательно в цвет. И заводим в первый раз иголку так, чтобы узелок можно было спрятать внутри. И теперь двигаемся следующим образом. Захватываем с одной стороны буквально 1-2 миллиметра ткани. Затем с другой. Затем снова с одной и с другой. И двигаемся таким образом змейкой. Делаем закрепку. Узелок. Убираем булавки. И теперь нам необходимо распределить равномерно объем. Для того, чтобы здесь не было пусто. И наш стежок практически не заметен. Следующий шаг пуговицы. Нам необходимо будет скроить, если вы решили обшивать пуговицу, кружок, диаметр которого будет в два раза больше, чем диаметр пуговицы. То есть, если пуговица диаметром 1 сантиметр, то кружок в 2 сантиметра. Накладываем кружок поверх пуговицы. Заправляем нитку в иголку. Заводим иголку на 1-2 миллиметра от края с изнанки ткани. И затем накрываем пуговицу тканью. И захватываем второй краешек ткани. Итак, пуговица уже внутри. Теперь возьмем с противоположных сторон. И вторую сторону. И также затянем. Затем эти уголочки также подтянем с противоположных сторон. Для того, чтобы у нас получился круг. Самое главное, чтобы здесь не оставалось никаких дырок и все было плотно затянуто. Не обязательно для такого дела покупать красивые золотые пуговицы. Просто у меня лежали эти пуговицы в большом количестве и они мне не нужны, а размер как раз подходит. Вот так аккуратно у нас получилось. Таким же образом прошиваем еще 3 штуки. Затем на подушке делаем отметки, там куда будут пришиваться пуговицы. Их может быть не обязательно 4, может быть вы захотите только одну в центре или возможно 3. Вам необходимо равномерно их распределить, так чтобы они располагались на одинаковом расстоянии от края и друг от друга. Поставьте 4 отметки. Затем заправим нитку в иголку снова. Заведем к внутренней стороне пуговицы и просунем иголку прямо насквозь подушки на обратную сторону. Затем с обратной стороны вновь выводим на лицевую часть подушки туда, где находятся пуговицы. Немного затяните нитку. Для того, чтобы пуговица ушла вовнутрь, это создаст очень красивый объем. И затем снова подцепляем пуговицу. И выводим на вторую сторону подушки. Подушка готова. Она получилась очень прекрасной, очаровательной. Особенно с этими пуговками. На обратной стороне резинка. И теперь попробуем надеть подушку на стульчик. Просовываем резинку через две ножки. Протягиваем. Она не падает и хорошо зафиксирована на стуле. Благодаря даже одной резинке. У меня 4 таких стульчика. И я сшила еще 3 подушки. Ну вот и все. Наши подушки готовы. Как видите, все очень просто. Обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны. Для того, чтобы мы еще увиделись в будущем. Я желаю вам хорошего и успешного дня. До встречи. Пока.